По административным меркам Сергей Пришаков стал главой Дубенского района не так давно, в 2016-м. Но его уход в отставку нельзя назвать неожиданным. Многие предполагали, что после суда главу Дубенского района с сомнительной репутацией все-таки попросят освободить пост. Тем более, если следователи докажут, что он виновен в мошенничестве. Однако все случилось гораздо раньше. Насколько тесно связаны преступления и отставка, тоже можно лишь предполагать. По версии следствия, с декабря 2017 по февраль 2020 года глава Дубенского муниципального района, используя свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 193 тысячи рублей. Аферу глава района провернул на своем оздоровлении. По закону чиновник имел право на компенсацию за лечение в санаториях. И Сергей Пришаков регулярно об этом отчитывался. Вот только на самом деле никуда не ездил. Сведения в документы вносил липовые. Деньги получал настоящие. Куда тратил, непонятно. Факт хищения бюджетных денежных средств должностным лицом выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Мордовия. А ведь до этого казалось, что Сергей Пришаков примерный руководитель. Вот он открывает социальный центр районного масштаба и говорит о важности развития села. А вот показывает бездорожье, терпеть которое жителям села Кайбичево предстояло долго. Ведь здесь строился животноводческий комплекс. Этот проект очень важен и в плане реализации и как создания новых рабочих мест. Это первое. Второе – это, конечно, производство молока. Более только суточный удой молока планируется более 120 тонн ежесуточного производства молока. В социальных сетях Сергей Пришаков все еще официальный представитель администрации Дубенского района. Но это ненадолго. Открытыми теперь остаются два вопроса. Кто станет новым главой и какая судьба ждет экс-руководителя, который все еще находится на скамье подсудимых. Людмила Кусерова. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова